ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Предстоит нам вечности. Мы очень хорошо усваиваем все временное, все земное, особенно греховное. Так как наша природа больная грехом, и во грехах, Радиме Мать Моя, то это человеку близко и понятно. Живи для себя. Ищи то, что тебе удобно, что тебе хочется, что тебе нравится. Не волнуйся и не напрягайся. Экономь, береги себя, свои силы. Понимаете, и мир научит, конечно, человека жить. Может быть, он и просуществует лишних несколько лет. Но есть ли от этого какая польза? Вот вопрос. И поэтому, конечно же, вот эти азы новой жизни, где все наоборот, где человек должен отдавать и доверять Богу, что если он отдаст, он получит большее, где человек должен смиряться и возлагать упование, возлагать всю надежду на Бога, конечно, эти азы усваиваются с огромным трудом. И нам бывает очень трудно вот заучивать вот эти простые истины, на которых мы можем строить новую жизнь. Хотя, конечно же, мы в этом уже убеждались, мы проживали моменты, когда чудесным образом Господь давал нам выход из самых запутанных ситуаций, когда Господь нам открывал вообще то, что было сокрыто для человеческого понимания глаза, и мы видели красоту. Божию и в себе, и вокруг себя. И тем не менее, природа греха, и этот грех, который постоянно пытается остаться навсегда с нами, он искажает, он меняет, меняет наше понимание не в лучшую сторону. И, конечно, для нас очень важно всё-таки повторять. Повторение – мать учения. Говорить не обо всём, а говорить о главном. Потому что если мы будем верны в главном, если мы будем думать о главном, то остальное всё приложится. мир, эта жизнь предлагает нам огромный выбор путей, каких-то, понимаете, решений. И человеку иногда кажется, что всё находится в его руках. на самом деле есть только два пути. К Богу, ко Христу, за Христом, или, понимаете, куда-то в сторону, на сторону далечия, где кроме тебя, твоего «я», никого нет. пусто и одиноко вокруг и внутри человека, который живёт без Бога. Он не может никого не полюбить, никому не довериться, он не может ничего никому отдать, потому что делиться мы можем только тем, что имеем. стяжай мир в себе и спасутся многое, тысячи даже вокруг тебя. То есть, когда в нас есть вот эта любовь, когда у нас есть чистота, свет, красота, то, конечно, мы этим можем делиться со своими ближними. Когда мы живём в грехе, и грех становится нормой нашей жизни, тогда мы вокруг себя всё опустошаем. разрушаем. Понимаете? И поэтому, конечно же, грех – это не наше личное дело. Грех – это не наша привычка, характер. Понимаете, он распространяется дальше. От нашего греха разрушается и страдают наши ближние. Вот ребёнок растёт в семье, а родители не любят друг друга. Ребёнок воспитывается, а дома скандалы, крики. И мы этого маленького, ещё чистого ребёнка уродуем. И когда он становится взрослым, он повторяет. Он заучил уже, он запомнил, как жили его родители, да? И он, может быть, даже не хотя этого, но, к сожалению, тоже по своей природе он повторяет, он копирует. Понимаете? Потому что самая главная школа, самая первая школа – это, конечно же, семья. это, есть ли любовь или нету, есть ли доверие, есть ли верность, есть ли красота, или это просто всё так? Просто слова отвлечённые. Понимаете? Поэтому, как важно, чтобы мы выковыривали из души те осколки греха, которые могут остаться навсегда в душе. И, понимаете, вот это вот насчёт того, что вот люди говорят, вот надо генеральная исповедь, да, как формальность, да. Это не формальность, просто человек должен искать истоки вот того или иного своей немощи, того иного прегрешения. Откуда это пошло? Где это началось? Понимаете? Когда, действительно, я воспринял грех как норму этой жизни, потому что все так живут. Когда я оправдал себя и мы видим, как человек может и действительно не видит, не понимает, почему ему плохо, почему душа страдает, понимаете. И только когда человек живёт внимательно, когда человек начинает сосредотачивать все свои силы, внимание на внутреннем человеке, да, зная себя, и не отвлекается, не развлекается, понимаете, и не тратит свои силы, свою жизненную энергию на пустоту, на пустословие, на празднословие, на осуждение, на то, чтобы действительно что-то, на любопытство какое-то, понимаете. Когда человек нашёл вот это главное, понимаете, тогда жизнь, конечно, меняется, да. Она приобретает, она начинает, понимаете, углубляться, человек начинает углубляться, он начинает, понимаете, расшифровывать то, что происходит с ним. Не потому, что Господь даёт какие-то шифры непонятные, какие-то кроссфорды надо, ребусы решать, которые нам не посильны, а просто потому, что нам, мы об этом не думали, мы жили, понимаете, скользя по жизни, поверхностно. И когда мы начинаем думать, когда мы начинаем анализировать, когда мы начинаем трудиться, и это главное внимание, это главное действительно терпение, это действительно вот какая-то внутренняя собранность, бодрствование души, да, тогда, конечно, мы начинаем открывать себя, видим себя. Вот человек пишет там вопросы, что вот 9 лет мучил свою семью, семья развалилась, и потом человек опомнился, как бы потрясение, что, и потом он понимает, что он потерял, и он хочет вернуть все, и это непросто, это очень непросто, понимаете. Когда ты разрушил, лучше не осквернять храм, потому что восстанавливать, очищать, освещать его, понимаете, это уже вопрос, вопрос, понимаете, очень-очень сложный, очень-очень сложный, это надо, это надо, дай кровь, прими дух. Ну, в любом случае, эта формула подходит ко всему, понимаете. Поэтому неправильное понимание, неправильное какое-то, понимаете, или сознательное, и даже бессознательное, но бессознательное, это тоже потому, что я был невнимательным, ведь Бог же подсказывал мне, Бог мне говорил, вот я, я же чувствовал, что я делаю не то, но я уже ломал, я уже крушил, я уже, понимаете, в таком беспамятстве, безумии, мучил свою бессмертную душу грехом, и это потери, которые, которые, они восполнимы, понимаете, они все восполнимы, истинное покаяние восстанавливает девство, говорил Симеон Новый Богослов, понимаете, вот что такое истинное покаяние, понимаете, что это такое, и какое, какое это нужно быть, какой совершить подвиг, чтобы человеку изменить свою жизнь, перемениться внутри себя, знаете, готовы мы к этому покаянию, наверное, не очень, поэтому, конечно же, мы все так, знаете, переминаемся с ноги на ногу, мы все говорим, да вот хорошо бы, понимаете, хорошо бы, хорошо бы нам, да, отдать свою жизнь Богу, но пока я не, это, к этому не готов, пока у меня еще, еще много дел, моих личных интересов, моих каких-то, еще чего-то, на самом деле, это все самообман, понимаете, самообман, и поэтому нам очень важно, понимаете, все-таки понимать, что можно или приобретать, или созидать, строить что-то, да, или разрушать, и терять, такого консервации, вот как мы законсервировали, там, духовный центр, который, который, потому что нет средств, сейчас уже мы все равно расконсервировали, и надо строить, а средств нету таких, понимаете, и мы, и веры нету, вот самое главное, что нету веры, потому что у Бога это всего много, нету веры, нету доверия, и вот поэтому нам нужно менять себя, приобретать действительно новые отношения друг с другом, с Богом, да, и тогда все будет хорошо, и вот мы должны, так часто человек говорит, а что надо делать, а что почитать, а куда съездить, ездить, а с кем встретиться, да, хорошо, и ездить, и встречаться, и читать, а хорошо бы еще лучше не только читать, но и молиться по-настоящему, но это тоже, понимаете, так с листа не получится, понимаете, это тоже, это большой труд, но, понимаете, самое то главное, нам нужно поменять нашу ориентацию, знаете, мы ориентированы вот на такие ценности, мы, как бы сказать, настроены вот на такой вот жизненный, такой, понимаете, ритм жизни, а оказывается, надо все-таки отвоевывать для Бога, и отдавать Богу, понимаете, без всякого расчета, без всякого каких-то, понимаете, условий, отдавать Богу свою жизнь, и тогда, конечно же, человек приобретает, но как трудно удержать то, что ты приобрел, потому что сомнение, потому что, понимаете, мы привыкли, чтобы было все, как мы хотим, и вдруг мы чего-то не понимаем, и вдруг что-то происходит, и нам кажется, а что это, понимаете, мы начинаем паниковать, мы начинаем суетиться, мы начинаем, понимаете, нервничать, теряем мир, и теряем доверие к Богу, но узок путь, и поэтому надо понимать, что назвавшись христианином, назвавшись воином Христовым, мы вступаем в новую жизнь, в этой жизни в борьбу, в настоящую войну, страшную войну, потому что она невидимая война, но эта война будет происходить, и дьявол будет пытаться сделать все, чтобы мы проиграли, чтобы мы сдались, чтобы мы не потеряли желание и доверие к Богу, и не, 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 не выпались, так по-простому сказать, сиди себе, вот на тебе то, что тебе дают тебе, вот на тебе то, что ты хочешь, пей, ешь, веселись, гуляй, а не думай о чем-то вечном, бессмертном, небесном, на тебе погремушечку, на тебе сосочку, на тебе еще что-то, не взрослей, не, 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 не входи, не поднимайся, горе, не поднимай свое сердце, достать, тут привычно, в этой грязи, в этой, понимаете, темноте, неплохо можно устроиться, да можно и быть не последним, понимаете, можно и первым быть где-то, но видите, это все обман, потому что дьявол это отец лжи, и он никогда правды не скажет, и когда мы вступаем с ним в диалог, а диалог происходит посредством помысла, то есть дьявол не явно нам говорит, если бы он нам говорил явно, да, вот, ну, слушай, о, враг мне говорит, то, конечно бы, мы бы испугались, и мы бы пытались бы всячески обратиться к Богу, а приходит мысль какая-то, да, и она соблазняет человека, она услаждает что-то, и человек на эту мысль клюет, он ее принимает, понимаете, он эту мысль впускает в свой ум, ага, может быть и так, вот красивое дерево, смотри, какие вкусные плоды, мало ли, что Бог сказал, а может он ошибся, а может он не хочет, чтобы ты вот сейчас вот это вкусил, яблочко, да, или еще что-нибудь, фруктик, и, понимаете, чтобы ты испытал вот эту радость, наслаждение, смотри, ты же можешь выбрать, ты же можешь сделать так, как ты хочешь, это в твоей воле, и человек, понимаете, забывает о том, что ему сказал Бог, да, вот Господь сказал, не осуждай, а я осуждаю, я осуждаю, Господь сказал, я осуждаю, потому что я говорю, а я рассуждаю, а что я такой, что это я не буду рассуждать, я рассуждаю, это мое право, Господь сказал, что прощай, а я не прощаю, потому что обидно, Господь сказал, что любите друг друга, он много чего сказал, в Евангелии много чего Господь нам сказал, Он все сказал, что нужно для спасения нашей бессмертной души. Услышали мы это? Нет. Нет, мы это знаем, вроде, но услышать это не значит просто впустить в одно ухо, и оно улетит дальше, улетит в другое. Нет, это в сердце должно остаться. Это должно действительно запечатлеться внутри тебя. Это должно быть пищей твоей души. И тогда душа становится сильнее, когда ты ее кормишь, когда ты ее чистишь, когда ты освещаешь ее. А когда ты свою душу вообще, есть ли она у тебя или нету, понимаете, ну вот тело-то есть, его нужно, чтобы оно было красивое. Ну или хотя бы, ну чуть-чуть, чтобы оно было ничего. Ну, чтобы оно мне служило, вот так. Ну это правильно, оно должно служить, понимаете. И человек, конечно же, следит за собой. Встает, умывается, чистит зубы, наверное, все они у него есть. Ну, неважно. Ну, что-то делает, понимаете. Что-то делает, да, для себя все-таки. Иногда даже смотрит и в зеркало, да. Хотя ничего и хорошего мы там не увидим в этом зеркале. Это как в сказке. Скажи, 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 да. Скажи, лучше не смотреть. Я так боюсь смотреть, честно говоря. Господи. Боюсь смотреть в это зеркало, потому что ничего хорошее я там не увижу. Да. А хотелось бы увидеть что-то хорошее. Красивое, да. И человеку свойственно быть красивым. Это норма жизни человека, быть красивым. Почему надо жить пред лицем Божьим? Почему надо жить в присутствии Божьем? Потому что Бог на тебя все время смотрит. Он все время, 24 часа, Бог на тебя смотрит. Что ты делаешь, что ты говоришь, что ты думаешь. И представляете, если вот во мне грех, или я совершаю грех какой-то, понимаете, или я кого-то обижаю, или все что угодно, понимаете. Вроде это, ну что, ну поругались, ну и что, мало ли, помиримся. И Бог в это время смотрит на тебя. Какой ты? И смотрит-то любящими глазами. И как? Поэтому, видите, человек, который живет в грехе, он хочет спрятаться. Человеку свойственно спрятаться, да, чтобы никто не видел, чтобы никто не догадался, да. Вот человек начинает обманывать, да, он запутывается в этом обмане. Он начинает грешить. Ему даже страшно признаться себе, понимаете, что так жить нельзя, да. Он оправдывает себя. Он ищет, ему в этом подсказывает дьявол. Оправдай себя, да. Вот, ну, посмотри, ну, пожалейся. Ну, ничего страшного. Да ничего страшного, подумаешь. Какая разница? И человек, понимаете, вот как-то, вот, ну, как-то у него пропадает желание жить свято. Будьте святы, как я свят. Понимаете? И вместо того, чтобы развиваться, чтобы готовиться к вечной жизни, человек, понимаете, живет в страхе, в осознании, что, что он неправ, он, и он боится признаться. И он, понимаете, он начинает всех обвинять, он начинает всех подозревать. Отсюда растет какой-то комплекс, да, какие-то, какая-то мнительность, какие-то, понимаете, подозрения. Понимаете? Для чистого все чисто, а для грязного все грязно. Для человека, живущего с Богом, понимаете, он будет во всем видеть Бога. Потому что Бог в нем есть. Для человека, у которого нету Бога, он будет во всем видеть грех, понимаете. Для человека, который не верует в Бога, вообще ни во что не верит, понимаете, он всегда будет искать какое-то оправдание своей жизни. Он будет нападать и говорить, ну, что эти верующие, и посмотрите на этих людей, что в них хорошее. И иногда это действительно бывает правда, но это неправда по существу. Потому что, когда мы идем к Богу, когда мы идем к свету, обнажается грех человека, да. Человек и не видел, что он такой грешный. Человек и не видел вообще свое безобразие. Он был как все, он был в толпе. Вот он выходит из этой толпы и идет к свету. И он видит, что, да, что душа-то грязная, завистливая, гордая, самолюбивая, ленивая. И кто-то скажет, ну, зачем мне к этому свету идти? Еще ближе приближусь, еще хуже будет, еще буду больше страдать. Душа начинает болеть от греха. Естественно, понимаете? И эта болезнь, это как раз боль души, это как раз уже начало выздоровления. Нам же нужно, чтобы было все хорошо, чтобы ничего не болело. Мертвый человек не болеет, не болит. Когда человек вот что-то у него отказал, а врачи прокалывают. Вот не работает нога, не чувствует его, колет ее, а она не реагирует. Не больно, колите еще. Но это очень плохо. Потому что что-то произошло, вот перелом позвоночника, вот там, понимаете? И это может привести к тому, что уже человек не поправится. То есть уже поправить нельзя. Вот так и в духовной жизни, понимаете? Если она реагирует, понимаете, и она начинает страдать, болеть душа, значит, она уже понимает, что жить надо по-другому. Что грех не радует, что грех отравляет жизнь. И поэтому человек ищет врача. И он его находит, он рядом. И тогда начинается диалог, прерванный нашими правоцами. Господи, прости. Вот сказал бы Адам, Господи, прости меня, но он не послушал тебя. Понимаете? И все. Чтобы Бог бы не простил его, прости его. Но что? Один грех поражает другой. Понимаете? Вот какая цепочка. Грех непослушания приводит к тому, что Бог восстает. То есть, Адам восстает на Бога. Что Адам говорит, что, а чего ж ты мне дал эту жену? Это ты виноват? По существу он обвинил Бога, что он согрешил. Если мне жена, так я бы не грешил. Это ты неправильно что-то сделал, да? А жена тоже сказала, а я тут при чем? Это змей, вот приполз здесь, и что-то мне нашептал. Ну, так и что? Чего ты этого змея сюда пустил? Знаете, как хитро грех действует? Вот ты как бы грешишь в чем-то, и грех потом идет дальше. Понимаете? Он не останавливается. Реакция пошла. Понимаете? Я просто по себе знаю, да? Вот ты жил в какой-то момент благодати и видел в людях Бога. И это такая была красота, понимаете? Так было это красиво. Ну, просто это душа ликовала, вот так скажем. Душа изумлялась от этой красоты. Ты видел священника, и ты видел в нем Христа, живого Христа, который... Любого при том священника, понимаете? Вот у меня есть такой опыт. Он давно был. Он был 40 лет назад почти. Без малого. Но это было, понимаете? Это было со мной. Я видел. И потом я видел, понимаете, как это все я потерял. Понимаете? То, что мне Бог давал, я присвоил себе. Вот, я уже, знаете, как я вижу. А люди этого не видят. Хотя себе ж ты это не признаешься, но ты... Ну, как можно вообще в храме отвлекаться? Как можно... Я стою на клиросе, там, в Федеральном соборе, я пел на клиросе. Я думаю, ну, как эти женщины разговаривают? Ну, знаете, вроде же правильно говорю. Но, понимаете, здесь есть уже другое что-то. Примешивается. Осуждение. И потом, когда ты осуждаешь, присваиваешь себе, ты теряешь Бога. Ты теряешь это правильное понимание, видение. Понимаете? Вот грех уже входит, и ты смотришь на этого священника, в котором ты вчера видел Христа, и видишь в нем человека, притом грешного. Понимаете? Вот такое превращение, вот такое, понимаете, оно убийственно. Понимаете? Вот ты вчера видел все, понимаете, красивым. Вчера это все было, понимаете, все, понимаете, благоухало. И вдруг раз, ты вдруг видишь, что это все не так, да? И сомнения тогда, а вообще, правда ли ты это видел или нет? А было ли это? Понимаете? И такое свойство нашей природы, мы очень быстро все забываем. как будто этого не было, понимаете? Вот Бог тебе помогает, Бог тебя спасает, Бог вразумляет тебя, Бог все тебе дает, понимаете? Но ты настолько неблагодарен, и настолько ты быстро это все теряешь и забываешь, что вроде ты потом начинаешь и сомневаться, понимаете? А может, этого и не было бы. А может, это так, само собой. И как, Господь, сколько смирения у Бога, чтобы не обидеться на нас. Вот по-человечески, да, если сказать, у кого из людей будет такое смирение? Кто может вот такое вот, что он нам дает себя, свою плоть и кровь, да? Доверяя нам вообще, понимаете? И мы его, понимаете, не то, что не благодарим, мы просто оскверняем себя грехом. А что тут сквернословие? Что? Сквернословие. Не попадя в рай. Сквернословие что такое? Да. Это когда слова, уста твоя, моя возглаголит премудрость, когда уста твоя есть славословие, а есть сквернословие. То есть, когда из твоих уст выходят плохие слова, скверные слова, слова, в которые ранят человека, которые разрушают, которые обижают, которые, понимаете, в которых нету любви, нету веры, в которых нету смысла, потому что грех – это бессмысленность вообще-то. Это безумие, в общем-то. Просто, да, да. Ведь человеку уста даны для того, чтобы… Вообще все для человека дано для того, чтобы прославлять Творца, чтобы помогать, служить друг другу, а не для того, чтобы воевать друг с другом и обижать друг друга. Поэтому вот такое превращение, наверное, очень трудно перенести. Очень трудно перенести. Очень трудно понести вот эти вот перепады твоей души. И они, к сожалению, бывают частенько. Вот ты, как бы сказать, чувствуешь, что ты вот сейчас действительно на фаворе, да, а потом бах – и в яме. А из-за чего? Из-за одной мысли, из-за одного неосторожного слова. Как нужно контролировать себя. Знаете, вот хочется сказать, а ты подумай. Хочется впустить эту мысль, да, принять эту мысль, а ты подумай, это откуда это? И поэтому жизнь с Богом требует вот такого действительно самоконтроля, напряжения, внимания. и на это уходит очень много сил. Но не остается уже тогда сил для болтовни, для праздномыслия, празднословия, для пустых разговоров, понимаете, каких-то, понимаете, вот потому что энергия, у тебя есть энергия, и она должна куда-то уйти, да. Если она уходит на созидание, понимаете, человек приобретает. А если она и уходит на саморазрушение, понимаете, вот мы говорим, что вот есть сила у человека, да, куда ее применить? Если человек не будет трудиться, то эта сила пойдет, понимаете, человеку во вред. Человек будет осквернять себя. Есть слово «блуд», какие-нибудь еще дела, которые, понимаете, но они безумные. Это самоубийство духовное. И поэтому, конечно же, понимаете, вот нам нужно найти вот правильную пропорцию, да, наших возможностей, наших сил, нашего желания, да, реального, да, понимания вообще, что нам нужно для нашего спасения, что, какая первостепенная наша задача. То есть это серьезный вообще постоянный труд, внутренний труд. Скажи мне, Господи, путь, и пойду к тебе, взяв мою душу. Потому что когда нету вот этого вот труда внутреннего, когда человек живет, куда ветер подует, туда он и идет, понимаете, куда его толкнет, туда он и повалится, то, конечно же, он неустойчив. и нужно, чтобы был всегда ориентир, нужно, чтобы было доверие к Богу, что он в любой ситуации, когда у тебя и пустота, когда ты ничего не хочешь, когда ты в каком-то унынии, что Бог все равно рядом, понимаете, вот эта память о Боге должна сохраняться, понимаете, и поэтому человек должен быть постоянен, вот в молитве, должен быть постоянен в каком-то, понимаете, трезвении, в каком-то, понимаете, понуждении себя, чувствовать ответственность за свою жизнь, потому что ты отвечаешь, Бог тебе ее доверяет, Он доверил тебе жизнь, дал тебе свободу, и ты должен употребить ее, понимаете, употребить ее в то, чтобы умножить свои таланты, а не потерять последнее. Ты должен действительно употребить это в дело, а не просто, как бы сказать, жить вот так вот, в таком, в таком каком-то, понимаете, непонимании. Это что это вы? Каврезан Геннадзе. А, 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 а... Дар. Дар нам? Друзим. Серьезно? Да. Серьезно. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Господи. Так, ой. Так надо... Микрофон, пожалуйста. А? Микрофон у меня есть. А, ой, у меня микрофон, да. Так вот, надо, надо, чтобы мы потом повесили, понимаете, надо... Дайте мне приложиться, и... Грузинский святой. Последних времен. Последних времен. Спасибо, Господи. Вы... От ночей прямо сегодня. Понятно. Вы, наверное, может быть... Может быть, там поставьте, потому что надо, чтобы... Вы лучше знаете. Да, я лучше знаю. Покажи. Или вот сюда поставь. Чтоб не упало только. Садитесь. Да, да, да. Чтоб не упало, понимаете, что разобьется. У него день рождения и Минска есть. Да. 26-го. Спасибо. Видите, как... АПЛОДИСМЕНТЫ Видите, как... Да, всё... Всё так не случайно. Всё не случайно. Всё в руках Божьих. Всё, понимаете, у Бога под контролем. Поэтому, понимаете, как важно вот это вот... О чём я говорю, что внимание, внутреннее внимание, как важно трезвение, как важно нам искать именно тот единственный путь, которых не может быть 10 и даже не может быть 2. Он один. Или туда, или сюда, понимаете, или назад. И как важно то ответственность, которую всё-таки мы должны... В которой мы должны приходить. Которая лежит на нас с вами, понимаете, на всех. Кто бы он ни был. Если он назвался христианином, понимаете, это очень важно, понимаете, очень важно. Чтобы эта ответственность была на нас с вами. Чтоб мы с вами, понимаете, не... не... Были в руках дьявола какой-то игрушкой. Чтоб мы с вами сознательно, выбрав, сделав выбор, свой, свой выбор, реальный выбор, понимаете, стать, что я христианин, чтоб мы боролись до конца за жизнь, новую жизнь, жизнь вечную. В которой действительно человек приходит не сразу. Которая начинается внутри тебя, ведь Царство Божие внутри вас. который начинается тогда, когда душа болит, и ты не соглашаешься с тем, что буду жить как все, а говорить, что ты будешь отвечать за все, что ты чувствуешь ответственность за своих близких. Вот человек начинает переживать за кого-то, он начинает за него молиться, да. Не просто так, ну, ну, попереживали, поговорили, разошлись. Человек начинает, понимаете, что-то пытаться помочь кому-то, реально, понимаете. и это прежде всего помощь тебе самому. Вот наши, ну, это же известный такой фактор, что наши сестры, которые ходят к больным, людям, которыми, то есть они вроде как бы отдают, а на самом деле они получают, да. Вроде как бы человек себя в чем-то ущемляет, да, а на самом деле это приобретение, понимаете. это приобретение. И еще, конечно, очень бы хотел сказать, что как слышит нас Господь и как наши желания, как наши добрые намерения Господь исполняет, понимаете. Исполняет удивительным образом. Как Господь дает нам возможность, понимаете, когда-то, понимаете, много лет назад, я думаю, вот бы, ну, так у нас подворье, лысая гора, понимаете, я так это говорил, ну, так даже не думая, что вообще, то есть не то, что не думая, ну, просто, ну, ну, помечтать-то можно, понимаете. Вот мы и помечтали, что вот есть, вот бы там вот совершить службу божественную. Ну, это ж лес, бурелом, куда туда, как туда доберешься, как туда дойдешь, и вообще, где ты там будешь служить, понимаете, на пне или где. А видите, как мы вот, как бы сказать, подумав об этом когда-то, да, и вроде как бы не получалось, и вроде не до этого, и вообще сил никаких нету, ни физических, ни других, ни людских, а Господь, услышав это, принял наше желание. И мы вот на преображение, может, кто-то и был, да, послужили там, видите, божественной литургией, видно было, что это, в этом было Божие благоволение и Божия красота, понимаете. и поэтому, конечно же, вот как, как, вот, как бы, ну, ты же, вот, убедился, что Бог рядом, что Он тебя слышит, и все равно не вери, а как дальше будет, а что, где мы что-то возьмем, чего-то не, нам не хватает, понимаете, нам не хватает доверия, любви, веры к Богу, да, нам не хватает, понимаете, вот этого нам, катастрофически не хватает, а остальное все приложится, ищите действительно, самое главное, и как бы мы не были, в тех бы стесненных обстоятельствах мы не были, в каких бы, каких бы не происходили испытания, не посылались нам, мы должны помнить, что это не просто так, что это не просто нам не повезло, а это те ступеньки, по которыми мы должны идти к небу, понимаете, и эти ступеньки, конечно, даются иногда очень-очень трудно, и кажется, что ты никогда не перешагнешь эту ступень, понимаете, кажется, что ты, у тебя уже, ты полностью, ну, парализован грехом, изнемогаешь, а на самом деле, понимаете, нужно сделать маленькое усилие, нужно оставить искорку надежды, и она из нее, конечно же, вспыхнет огонь, обязательно вспыхнет, и так во всем, понимаете, так во всем, то есть есть природа человека, есть природа, которая больна, и есть врач, который пришел в мир, не командовать, не строить людей, понимаете, а звать их вообще, призывать их, открывать им новую жизнь, показывать им, как нужно жить, и Господь все показал, все рассказал, но глух человек, вместо того, чтобы пойти за Богом, поверить Ему, да, распни его, понимаете, вот, вот благодарность, и какой, казалось бы, должен быть ответ Бога, какая, какая должна быть Божие действие, да, да, может быть, не приняли самаряне, когда они шли в Иерусалим, а ученики, ученики, ближайшие ученики говорят, ну что, давайте, мы помолимся сейчас огонь их из пепели, а Господь что вам говорит, не знаете, какого вы духа, понимаете, вот, вот ответ Бога, мы грешим, а любви еще больше, понимаете, человек, понимаете, пытается спрятаться, а Господь его находит, оставляет 99 овец, и заодно из заблудшей идет в горы, чтобы взять ее на свои плечи, это про нас, с вами, в надежде, понимаете, в надежде, что в конце концов, будет ответ, а ответ это наша жизнь, это наше, ну, произволение, не грешить, это наше, понимаете, наше отношение друг к другу, вот это ответ, потому что мы можем сказать, да, да, все сделаю, но на самом деле, реально мы ничего не сделаем, потому что у нас не будет корня, нужно, чтобы корень, чтобы растение выросло, чтобы в душе появились, понимаете, плоды Духа Святого, нужно, чтобы это растение, вот это семечко, которое попадает в наше сердце, чтобы оно проросло, чтобы оно укоренилось там, и его нужно защищать от всех непогод, от всех ветров, от всех морозов, которые действительно проникает в наше сердце, и тогда оно пускает корни, и тогда оно растет, и тогда приносится плод духовный, мир, радость, долготерпение, кротость, милосердие, воздержание, понимаете, вот эти дары Духа Святого, но прежде, чем будут эти плоды, нужно потрудиться, нужно не дать дьяволу склювать его, нужно пропалывать сорняки твоих грехов, нужно разрыхлять, удобрять почву твоего сердца, и тогда действительно вырастет плод, и тогда действительно жизнь станет осмысленной, целенаправленной, и по-другому человек будет уже воспринимать все, что происходит с ним, что происходит с ближними, и не будет недоумений каких-то, и непониманий, будет доверие, а в этом доверии, понимаете, есть огромная сила, потому что мы привыкли ориентироваться на себя, на свой ум, на свой опыт, на свое сердце, а вера, понимаете, это перешагнуть себя, это действительно гораздо другое восприятие, понимаете, жизни, есть мир видимый, есть мир невидимый, понимаете, мы же ангелов не видим здесь, а они есть, и бесов мы не видим здесь, они здесь, понимаете, это реально, но и нам не надо сейчас это видеть, потому что мы это не выдержим, но мы должны знать, что в этом мире идет постоянная борьба, и пустоты нету такой, понимаете, ты не будешь нейтральным, святое место, пустое не бывает, если не созидается, то все разрушается, об этом надо всегда помнить, я думаю, повторять это нужно для нас, и поэтому мы и повторяем на беседе, в принципе, о чем нам можно говорить, о вечной жизни, о том, что скоро мы с вами умрем и воскреснем, воскреснем, что скоро будет Пасха, и мы проживаем, сколько нам отведено лет, если мы в церкви еще, ну, с того момента, как мы вошли в церковь, мы проживаем опыт воскресения, понимаете, церковь нам дает возможность подготовиться, именно не просто как какая-то идея, понимаете, отвлеченная, а именно прожить вот этот опыт воскресения, может, в какой-то степени этот опыт воскресения был воскресение на преображение на Лысой горе, тоже, понимаете, это же тоже какое-то, все не так, не так случайно, да, поэтому, конечно же, хотелось бы, чтобы было меньше потерь и больше приобретений, ведь все в наших руках сегодня, и никаких препятствий для того, чтобы нам стать святыми, нет, понимаете, просто мы, может быть, наверняка сейчас пока этого не очень хотим, а почему не хотим, потому что доверяем больше греху, потому что живем по законам этого мира, и менять эти законы пока нам кажется, что это будет, ну, это будет, это нереально, хотя Господь нам сказал, что Он победил этот мир, а мы все равно остаемся на своем. наше время, это не заявление, но не ошел, Эксперси, как у меня, это не ошел, очень ошел, что он победил, Продолжение следует...